привет всем любителям supreme commander с вами саски каски и сераф кай и сегодня мы посмотрим замечательный матч на карте хили плато необычном матчапе 2 на 2 в нижней команде у нас будет играть командор diva он женова мад mt тоже из клана skr и верхнем углу рафутария он же ангел и задайка тоже из клана skr на непривычно видим то что и во-первых да карта и какая-то непривычная для 2 на 2 игр и плюс еще и они тут есть от задайки тоже довольно слабо раз в играх 1 на 1 2 на 2 но посмотрим может что-нибудь придумать с ганом пока его будет к варить его рафталия его союзник рафталия эту ману не слабо сейчас наверняка где то есть один или несколько ладовщиков которые играют только на и он сказали бы тебе свои все-таки они 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 сложные но они на самом деле жестко да ну просто у них очень слабые танки которые взрываются очень легко от бомберов но там преимущество идет по ринже то есть эти танки аврорки ионские они стреляют чем стреляет командир все равно эти мантисы имбови и поэтому кибран ван лав да только я их не очень люблю но просто мантиза что его отправил вперед он как бы что-то да сделает им не надо миг рейтс а не в руку если отправишь вперед она просто умрет мантисы кстати еще и дешевле если вот посмотреть в заводе мантис стоит пятьдесят две единицы а вот если в задайте посмотреть в заводе стоит аврор а в руку тоже 52 вот это я не знаю но кстати обычные танки вот допустим у серафим они стоят по 54 до 54 2 и 2 2 массы как бы на дороге не валяются хотя нет валяются как раз таки на этой карте у нас реклама очень много да тут камни по 38 это прям нереально много стандартная разыгровка скорее всего будет в начале то есть все четыре командира у нас пойдет на центр хотя вот у задайки пока на командире нет приказа идти вот на центр пока только танчики по словам ну нет знаки начинают идти но просто тут как тут они сразу прокликивают билды потому что начальный билд начальное преимущество в заводах это будет ролять 2 на 2 играх то есть ты даже мид может хоть прийти с опозданием за реклаймом ты можешь уже прийти со спамом это можешь даже на начале уже заставить какого нить командира и вперед самая фишка то тут никак в 5 на 5 то есть когда например влада риф на карте влада риф есть очень много материи которая находится вокруг нас да то есть вокруг вас здесь вот достаточно много кучек по 38 камней а это вполне достаточно чтобы беспрерывно штамповать заводы и даже может быть прокачивать экономику и в таком раскладе не не имеет смысла сразу прям бежать в центр и хватать массу ну как мне кажется потому что ну и иначе командир потратит очень много времени на travel time ну все равно они идут в центр бомбер от задаки вылетел ионский бомбер он кстати со станом если попадают по спаму то он их еще и станет у него самый маленький муж да сам маньки но у него кстати по моему у рейндж самый хороший ну радиус радиус пор поражения именно сплэш сейчас посмотрим если бомбер убивает двух инженеров он уже купился ну да кстати вовремя упала бомба не успел достроиться мех первая победка кстати до сих пор еще нова не направил на бомбера не кликнул истребителем дайка совет бомбера ну кстати пригодится в той части то есть той части он уже заковырил себя от забеганий что довольно неплохо ну на центр уже стягиваются все командиры так я рада ли наливаю получше я спамы поставлю пока плюс один потому что мне изначально вес 0 это иначе будет надолго да да это может затянуться но посмотрим тут будет за 10 15 минут сыгранная игра или за полтора часа если если в начале сразу никто не умрет то игра скорее всего затянется потому что как правило на хиле плато там либо умирают командиры либо игра заканчивается там за 6 минут когда в центре все сливаются и начинаете проносить спамом либо все это застраивается бункерная перестрелка потом артиллерии эксперименталки и так далее но судя по тому что нам реплей скинули знакомые ребята сказали что будет интересно я надеюсь что начали никто не сольется но погаса задайка прям хочет судя по всему рафталия там имеет свой спам поэтому че что может подкаверить кстати куда-то он отводит спам что ли отводит от командира новый чтоб тот не набирал не сбили циванство из или дает даме склик но кстати мог бы поройдить слева более широко своими мантисами но что-то идет через один туннельчик этим мантисами ну все может мир вперед на карте очень много всего сейчас происходит начало будет слишком активная поэтому неудивительно что будут афкшить некоторые юниты да о многом реклэймов его еще прокликай пока ну да хотя бы смотрим это уже начинает грейдить себе т2 микс появляется дэнта также т2 микс появляется за дайки не стесняются они себе грейдить эко хотя в играх один на один два на два грейдить эко на старте это не всегда самая хорошая идея а даже наоборот это одна из самых худших идей но опять же зависит от карты то есть тут точно нужно сделать уточнение если на карте очень много реклэйма то тут не всегда работает что у тебя просто больше спам и потому что у противника есть всегда возможность этот спам мгновенно восстановить за счет по реклэйма сейчас кстати по реклэйму ситуация у нас следующая команда нижняя будем называть команда новая за реклэйма он девять с половиной тысяч материи а вот команда за дайки за реклэймила на 2000 матери меньше нижняя команда у нас реклэймить чуть получше и сейчас мы видим что как раз таки центр преимущественно за нижней командой то есть два командира просто стоят даже какое-то время афк шли то есть у них хватало материи ним даже не нужно было реклэймить ну тут опять же просто стартовый билд нижняя команда команда новая они пришли на центр позже что означает что они делали командирами билды то есть скорее всего там был какой-то стандарт более-менее стандартный билд это типа наземка карбонка потом пару генов потом дверь наземки и под них по по генератору и все и делаю спамы идут на центр а верхняя команда задайка как-то сразу пошел я видел что рафтали этом дел более-менее стандартный билд тоже после этого пошел а вот задайка уже не сделать только завода себе на старте для спам но он дела и кстати говоря да и кстати сейчас задайка этот аир красиво выиграл показал момент очень хорошо по микрил периметрил аир новый а у новый тем временем уже есть это два бронетанковый завод и уже строится до 2 ген ну экономика качаться будет как и предполагалось очень быстро все еще есть запасы реклейма у обеих команд в тылах так скажем на черный на черный день видно что тыл и подчищает там уровень талии уже уже поэтому там съедают уже все что лежит так а на центре уже турель очка стоит ну артой выбиты турель очку но там все равно и спам есть и кстати делать и два в командире модем то будут у нас это ушал и задайте то что два делается так что будет ли тактичка в общем вопрос задайка раньше этого но если заражит тактичка то не факт что ионская т.м.д. справится потому что тяжело много-много таймдэшик надо ставить ну да в такой в таком широким геймплей я даже не знаю наверное серафиме можно было бы реально сделать тактичка командире тут надо было я и явно уточнить что тактичку не просто статичного на командире это работало бы получше то есть ты можешь мобильно передвигаться выносить мехи если из этой точки стоит что ты можешь вообще до базы достреливать и это очень неприятная штука но на 1600 может увидим может нет то есть на 1600 как я вот по себе знаю ты обычно не используясь на сто процентов все возможности все обряды командиров а ты обычно концентрируешься на каких-то мелких деталях так ну вообще серафимский командир это очень универсальный кому потому что это единственный командир может быть одновременно т2 ганс со спидом и рэнджом и тактичка на командире он просто может хотеть поливать всех да но т2 ганшу по кстати появились у задайки в будущем кстати у серафимского командира если ничего не поменяют у серафимского командира не будет возможности выходить из т2 и не будет у него короче ему можно будет делать реген ауру ган и и на на репер то есть он будет супер атакующим командиром со спамом без т2 вот это будет прикольно то есть очень очень я жду новый патч уже много раз говорила на вот об этом на стримах но посмотрим еще все может измениться также будут изгнены ионский ганш ну в общем то много изменений кто хочет посмотрите запустите значит лобби одного игрока фав бета слева и можете посмотреть список изменений вот а пока что мы посмотрим как игроки такого уже крепкого среднего уровня разбирать между собой 2 на 2 покажет на старом балансе все свадьбе задаки на ганш и по хорошо работают вот ниже вниз права от середины карты там ганш и по 5g залетает харасит спокойно себе ощущаем 1 ты один ценит к забавный момент если хочешь если хочешь видеть ли линию фронту не несмотря на юнитов можно построить control shift и сразу видно где вы идут бои в центре вся масса валяется задайка можете позволить а и все-таки выиграл но ангел ангел говорю нова пока что не собирается как-то вообще копить истребители у нее 4 штучки вот валяется и все и модем так кстати получше экспансии чем нова и все остальные на этой карте ваш модем ты уже забрал может сказать такую одну четвертой карты себе а вот верхний левый угол он никому так и не принадлежит и дам еще мега реклама но там пока один мех по сути не занят то есть тогда игроки видимо особого внимания не не уделяют нова почему-то стесняется до сих пор пушить и ставит турели видимо ну как-то больше хочет играть от обороны что ли за больше экономики он судя по всему хочет и два завод есть почему не границ т3 он до сих пор строит ммль ки мобильные ракетницы не знаю там бункера вроде бы нет зачем он еще сделает ммр а бункера задайте ну да ну будут давить то есть будет свой бункер уже строится мощный сервис пищит то есть достаточно на близком расстоянии и как раз вот ради счета хватит чтобы под ним стояли ммль ки расстреливали бункер да ну кстати раф талия сейчас забегают вот по верхней левой части карты начинают убегать но тут из армагир с ганом и стелсом данную все равно дальше вот такие вот микро моменты которые напрягая заставляют тебя микрит ты думаешь о том как выбивать бункер сейчас на центре будешь а тут такие всякие забегания блин неприятные он уже все-таки уже 1200 ладдера я не думаю что для него это большая проблема что-то делать в двух местах одновременно это как бы больше тут и работает такой фактор как раскачка тебя типа раскачивают тебя вы матают так сказать что физически что психологически на самом деле у новый здесь все настолько хорошо у него здесь т1 турели у него много спама т1 т2 т2 турели командир с ганом и стелса на самом деле вы здесь абсолютно ничего не угрожает плюс у него стоит очень хороший радар который видит все подходящие к нему ениты то есть ну по сути это для новые нова но должен понимать что это для него подарок просто массы каждый танк по 300 материи и оставляет о по куче реклейма где-то около 200 ну да да очень приятно но и вот такого конечно кушать завезли так сказать массу задайка понимаешь что там сложно даже к своей ганши под куда перекидывает но тяжело задайки я смотрю там пробивать что-либо с не ну кстати начинают тут же сжимать снизу справа мехи не знаю защита но защита ганши которые там постарались центр то не удерживать блокпостами никто там не наламывается а ну вот и новый пытался вверх слева наломиться ему тут же косят спам ганшипами и даже есть вон бомбер бомбардировщик тире штурмовик так сказать не знаю почему у него такое название дуримонского штурмовик то забавно реально вроде как просто бомбер а сейчас ракета попал кстати по моему истребитель было видно хорошо а нет это скорее всего флаг его сбил ладно как только я подумал что нови пора бы уходить в т3 потому что ситуация немножко статичная он сразу нажал апгрейдить завод в т3 это правильное решение кибранцы со своим со своими кирпичами очень хорошо могут защищать т1 т2 спам давить плюс генераторы стелс поля а там глядишь уже до боку до пауков до мегалитов все это недалеко буду смотри 15 минуту новый мех т3 кстати как-то в команднике играл с поролоном пора уже на седьмой минуте имел т3 мех себе на этой карте я вообще не знаю как они это обузят ну по сути просто когда играют 6 на 6 то есть два боковых два передних здесь стоит эко игрок и один еще аирщик то по сути вот этот центральный игрок у второго там всего лишь пять мехов он начинает просто везде собирать массу не делает юнитов и в таком случае у тебя очень быстро появляется т3 мех но это типа правильно потому что ну при обычных раскладах я просто тебе не пускают юнитов а если пускают то обычно это заказ заканчивается просто завозом реклейма поэтому поэтому все так яблок мехи то есть базы близко тебя на этом сейчас командники пока ребята на фронтах держит на кругу другие в ничего не делают кроме как экономики и там истребители себе кстати хорошо работают кирпичи довольно неплохо они так рано довольно появились будут напрягать потому что у нового до сих пор еще т3 только доделывается а тут уже кирпичи вовсе бегают вижу да уже здесь убийств есть я я все еще кирпичи от новая на самом деле же от ангела кирпич пошел воевать но пошел командиром даже вперед кстати чтоб не было это ошибкой оказаться в чистом поле да все но это понимает начинает идти обратно на самом деле то есть он наверное видит что там всего лишь один кирпич и командир со стелсом но но такого не отъедет то есть кирпича ты убиваешь одного выстрела и как бы всю кирпича ты убиваешь если тебя два аккумулятора стоит но сейчас увидим один over charge все нас кирпич так у меня 18 на 5 нас на 10 лет не синхронно с тобой я периодически смотрю сравниваю хорошо все хорошо все просто верхние ребята заводится нижнем очень много реклейма постоянно тут ребята добывают но кстати по общему количеству реклей мы видим что команды 39000 ровно обе идут общей добычи нижней команда чуть-чуть опережает но незначительно 10 процентов вот игре особо ничего не решают и что я думаю что сейчас процентов нет сейчас будет я думаю boost экономики самое время чтобы начать качать все в т3 и наверное делать каких-то эксперименталок пытаться сконцентрировать точнее сделать какой-то концентрированный такой удар например ну задака делать себе т3 air factor а тут даже т2 нет еще ни у кого р фактор кей нижней команде я вот не наблюдаю да ни у кого нет тут просто 5 аэр заводов стоит у модента но они все делают один истребителей она кстати уже почти сделать это три аир понимает что нового нового тоже делать я задай который начал задай-ка только точнее я задай-ка тоже доделывают уже примерно в этом время буду ждать все все одновременно выходят в т3 воздух и онские прошки работают просто замечательно просто так не пробьешь ты ракетницами этот бункер смотря на огромное количество из ракетниц но тут уже подошел спам ангелы сейчас будет выбивать но нового уже есть чем обороняться ну там кстати нового тотально добыл блин сто сто двенадцать сто тринадцать тысяч массы это он всех опереживает прямо на двадцать тысяч массы ближайшего своего преследовать очень не переживает кстати очень не похоже на нового обычно в командниках он мало реклэймит и в общем играет тут пытается играть каких-то там дропов там забеганий тут кто-то не команде кто-то уже более 2 на 2 такая ну тут и есть 2 на 2 играет тут ты не сравнивай ну посмотрим просто но вы знаете вначале зашивался больше ты как-то больше пытался мекса быстрее прокачать видимо они на начале очень вернее нового хорошо вначале за рекламе благодаря чему себе смог получше пробовать экономику надо модем кстати снова вот у них задайки там холивар просто за нижний правый угол карты продают а другой такой-то каменный век тут-то один юнит и все еще бегают пытаются друг друга продавить вон там мамонт сати за горой пробежал только что он ты уже не да 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 но это пасхалочка какая-то видимо да и за ним это задайка бежал с копьем целом не кстати отвернуться тут уже пронес глубоко ангел своими кирпичами но у рафтаре тоже а его моденты моденты уже есть свои т3 и танки фронт он нормально держит но вот это сейчас все будет уничтожено 3 кирпича слишком много там надо много этих т3 танков действительно чтобы бороться с этими т3 кирпичами кирпичи ну очень очень думируют над танками нормально так но не знаю танкам разве что прятаться за горкой и ждать пока кирпичи поближе попаду подойдут потому что ну танки ездят откровенно не очень быстро в этом балансе и за это время кирпичи их просто спит расстрелять да еще не все оружие не стреляют на макс рэндж да там что на двадцатку очень мало уж и с ужас короче да кошмар как жить так мы посмотрим вот снова снова там ганши при что-то летят там бедные 3 лошадки не знаю что делать им короче гигейл шавохом сверху слева там по-прежнему какой-то паритет я бы сказал верхнем левом чтобы команды просто новым обе команды просто наделать гигантские редуты стеночки почему-то арта здесь расстреливает эти стеночки но стеночки регенится 6 в секунду забавно когда у таки брана регенится стеночки на так муки бран все регенится но и все обмене прочное у кибранцев именно хотя стеночки кстати тянет меня я уже начал смотреть на рафтали все ничем забыли забыли по идее про здоровье у кибрановских стеночек тоже должно быть меньше чем цельный но до 1500 в этом учебу 4000 хп это очень самые крепкие такие старом потяги завода сразу видно да ой хорошее попадание по по счету но все равно не уничтожен кибранский арт ты еще и дамаг маленький тут сплэш большой это да и когда много кибранской арт это конечно красиво смотрится следы этим взрывов ну да ладно спалахин the 3 air станет накапливает уже пока что я вижу только как задайка накапливать себе разведчиков т3 зачем не знаю да мисс клик какой-то забыл но кстати делать себе штурмовиков т3 шахтеров походу пойдет бурить кому-то что-то не знаю что они реально какой-то затишье в игре 25 минута я видел что ангел начал себе качать экономику вот он т3 миксы вкачал что не до обстроил здесь мех продает копить кирпичи сейчас по экономике самая сильная ситуация уже у задайки почему-то нового как-то подпросил хотя мне кажется но во много генераторов сделать это ну это такая частая ошибка когда тебе ты делаешь столько энергии сколько тебе не надо сейчас ну если на него посмотреть у нее щас плюс 1400 так что блин я тоже не понимаю самом деле куда все это тратится а но он делает сосис там себе истребителей и сосис там поэтому поэтому тратится т3 делает на коме себе на центре начинают его там что-то пытаться поджимать у него кстати своя рта появилась т3 по счетами стоит расстрелить кирпичи свои на центр стягиваются а там за дайкин ком кстати чтоб комп ты не отъехал бы но торты он конечно не в коем случае не отъедет и я на бункер вот так арта будет пробивать пробиваться потом кирпичи ломятся но все задайка это понимает уходит под второй бункер 2530 уже на карте я я на такой минуте я здесь если честно уже давно свалил командиром если если бы когда серьезно отношусь к или я стараюсь сваливать обычно с центра на таких минутах как правило 50 процентов случаев моя игра закончится тем что я просто сливаю кому кстати заметьте там начали делать манки лорда рафталия начал делать лорда у себя на базе царь обезьян посмотрим какая будет реализация будет ли это завод с массой вообще про сказать ли это начнете вас кстати нового уже делает эти в планах на будущее двумя за три инженами там разведчик сейчас прям прилетел ставится отметка до заметили хорошая реакция от ребят четко 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 нова кстати сверху там двумя лоя листами что-то пытается сделать сверху слева пока стоит небольшое забегание и кажется опыта пытается притвориться что он свой чтобы не трогали возможно возможно хоть завербовать инженера на кого-нибудь уже туда турель начинает поливать этих лоя листов ну блин и тут четыре кирпича против трех турелей и лоя листов не знаю будет риск и рисковать здесь ангел кушать этот ходит все таки дает приказ на отступление я мне кажется кирпичи бы разобрались со всем этим добром и то три завод мы забрали имеете забрали но и пос пришлось бы экстренно суда с стягивать войска я так они будут катиться разберутся так то со временем с этим всем просто не хотят станется под лоя листами лоя листы будут их станет там на 5 секунд или сколько но раньше то мог держать все равно ну вот он и поэтому катит потихонечку кстати задай к там вообще горит себе нормальный придумал сделать я думаю сейчас сверху произошло четко распределение ролей то есть а судя по количеству юнитов даже задайка просто идет в т3 воздух грит и четко занимается только прикрытием с воздухом штурмаяки истребители ангел уже я сейчас думаю будет клепать анти воздух да вот кстати видно что в заказе у него т3 и т3 мобильные его ну это в принципе единственное что нужно для прикрытия паука не флаке что же нужны лаги флаки да так это конечно хорошая тема но т3 антивоздух он работает не хуже данного замеса и рада же айсов на эсэф то 3 там довольно будет неплохо иметь для себя флаков чтобы просто расстрелять флаки на самом деле работает очень хорошо против большого скопления воздушных линитов но они будут замедляться там на разворотах они будут реально большие пачки собираться и там как раз флаки сделать свое дело 3 мобильные антир будет фокусе один истребителя плакет будут бить сразу по пачке что-то это сказать да я как-то тестировал настроил кучу флаков но 100 флаков от стоит по моему типа 20 тысяч материи на то есть правильно 10 флагов флаков две тысячи до 100 флаков 20 тысяч материя а царь и стоит там типа около 50 или сколько там вот и 100 флаков так быстро убивать царя то есть там царь даже половину этих флаков не успеет сжечь этому флаки против медленного царя нынче очень жестко вот даже помню помню был у одного игрока ник нитмор флакс что-то такое а вот это был вороте очередной замес сейчас был по воздуху и задай-ка тут подвижка смотри сколько ганшу модента подготовил снизу снизу а ведь не знает ничего об этом скорее всего сейчас видят что там что-то скапливается может даже подумать что такой-то транспортник так ну паук стать уже в центре у паука уже есть это первые килл и меньше 1000 материал все еще убил есть небольшое прикрытие виде истребителей и анти-эра анти-эре все-таки нужно я я как правило анти-эр делаю на отдельную клавишу допустим control 3 ну вот и стирать держать его где-то позади чтобы случайно не слить его вот а паука соответственно в передних рядах вот но у ангела нет такой привычки он и кирпичей и анти-эр он держит в одной кучке сзади и кирпичей наверно был стоило бы где-то или более не передних позиций держать да потому что в суп рынке никто не использует такие вот бин дает например если здесь при сравнении с варкрафтом третьим у меня бинты идут от единицы до трех войска четверку у меня производственные мощности там 5 там то то шестое там грейды и и вот так вот до нуля понимаешь суп римки таким никто не пользуетом суп римки тоже я себе делаю на control один у меня стоит командир там на control 2 может какая-нибудь пачка юнитов наземных и это мне проще наверное управлять отдалением камеры и мышкой раздавать приказы ну кстати да я действительно не видел обычно когда чтобы использовал кто-то но я вот постоянно такой пользуюсь фишкой я люблю чтобы у меня были концентрированы войска в командниках это особенно хорошо работает потому что ты работаешь по сути по одному направлению в одной точке и когда ты контролируешь группы юнитов это крайне хорошо работает ты можешь контролировать позиционку антиэра на единичку у меня допустим основной спам это кирпичи и на троечку например у меня мобильная артиллерия и вот например он на позапрошлом стриме была такая игра где очень-очень даже неплохо у меня получилось таким образом вынести врага ну так хорошо делается снайпер с пачки снайперов и антиэром вот и поддельные контрольные группы и вот так вот пытаться пробивать врагов антиэр например у меня по стандартным по пуске пресетом но вернее истребители я нам могу нажать control и у меня сразу выберется весь агит так что это тоже очень удобно но он застребителем доставок появляются моденты и он даже ими пытается отбиться от паука довольно кстати неплохо подожди у тебя у тебя уже видимо улетел реплей 3250 у меня пока снайперы стоят на бену дает я не он до этого просто пытался отбиться отогнала кирпича я вот про этот момент просто тот момент и рассказывал тогда этого я просто пропустил пыталась пытался контракт от этого здесь снова но появился мегалит и просто следующий кадр они в обратную сторону уже с другими выражением лица такие опыта чё там чё там мужики там какая-то неведомая хрень без них да мегалит это действительно очень сильная боевая единица меня тут кстати спрашивали о прошлом стриме топ-3 боевых т3 топ-3 экспериментальных единицы мегалит и тото и тото и еще сказал колосс не колосс не не нравится а мамы тот охлаждаться наверное сказал но фасада очень классно просто ее в редкий спад потому что он микрит это и больше надо микрит там с макса рыжа пытаться скинуть снаряд тут же развернуться с этим голосом на этом занятие классы я сказал но под свод я еще думаю что ты соревнования что я паску сказал я сказал но я просто люблю но понял но не за лично я до сих пор покажется скептично то 6 кнопок сам не старый это вообще просто хорошо что с теми фишками их поправили про старый новых это просто же было когда ты убиваешь один ты один гены у тебя новых скатаешься полминуты да кстати ангел сейчас с дочь ничего нова самодент и нападают на мегалита но не так очень что они просто не видели этого паука и и сейчас очень хорошая позиция для верхней команды потому что паук просто сжигает ну максимально много юнитов мегалит при этом блин не стреляет зараза если бы он просто стоял на месте сейчас было бы все очень замечательно у верхней команды и так все хорошо ты просто смотри там 69 т2 штурмовиков о боже причем это серафимский т2 штурмовики у которых dps 80 в отличие там от 6 года и не по одной цели очень много урон наносят ну блин там там т3 аира кстати у задаки много реально много т3 аира у него я модент и пытался наломиться потом понял это и развернулся отлетел там кстати флаки есть можно попробовать под флаками зубами ее и зачем зачем модента влетает весь аид задайте но он же видел сколько там истребители это же не кибранский ты же видишь прекрасно что там но больше зачем-то нападают ребята вдвоем он наверное хотел под флаками но флаки там один флак остался нет два флака ясно все равно он не дерется под флаками флаки ниже стоят по карте ну да просто минус аир кучу ты один истребитель здесь еще полегло уносит уносит штурмовиков просто не убегают оттуда у тебя своя батарея новый d3 кстати штурмовики летают пачка от ангела теперь т3 штурмачи плотова штурмачи полетели но как же они быстро рассыпаются просто они просто сыпятся по моему по моему не просто ничего не убили они просто упали они убили убили одного снайпера неплохо неплохо мне кажется если крутал к штате уронить на счет больше да ну красиво так выстраивается смотри какая-то формация виде птички выстраивать сейчас штурмовики у модем какая красота я не знаю какие-то 4 видимо стрелу надо было выстроить сторону командира задайки плюс 5 брони видимо какой туда информация мегалит безнаказанно расстреливает а тут на 50 процентов был построен паук это очень больно бери больно смотреть на такое есть артиллерии кибранских но мегалит конечно все это переживет там уже второй мегалит построен наполовину я не понимаю почему в нижней команде до сих пор не курицы не появилась не они от курица строится кстати тоже на больше половины уже достроена курица модем ты прям рядом с антенюк и важный момент сейчас все в связь все штурмовики сейчас налетают на мегалита и у меня начинается слайд шоу просто мегалита все-таки удается забрать но штурмовики просто крайне быстро кончаются и и все кончились и все как бы ради одного мегалита мне кажется тут массы ганшипов было больше чем как билета мегалита по сути борьба была только за вот этого паука то есть единственное чтобы они потеряли это половину недостроенного паука но зато они теперь потеряли все штурмовики просто но но кстати свои т3 штурмочист хранил улетел он подальше продолжают терять это три истребители здесь ребята из нижней команды им нужен срочно застраиваться сэмами я думаю недостаточно сейчас защита задайка даже нашел себе силы дропнуть обсиде на вниз право и сдохнуть от 1-1 арты да ну вернемся через пару минут к этому зрелищу посмотрим что получилось это один арты здесь да забавно задайка просто забыл так то что штурмальки налетают под прикрытием сэмов я думаю что у ангел у задаки сейчас настолько много истребителей настолько большое преимущество что даже под вражеским антиером он сможет легко с этим справиться дай по он успел достроить спал кстати посмотрим стоило ли такая грубая защита этого паука хоть сын мой будет 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 ли стоит ли стол или она того скажем так кстати нова строить себе нюху там много штурмовиков ой не знаю мне кажется что там там сколько три флака три флака 3 этих сомптички ой сомптички горю сэма 44 не знаю там там по моему т3 штурмовики могут на пофиг залететь и уничтожить ну не знаю они они все кацаны все таки если бы были фуловые то можно было на роль той и с таким преимуществом на самом боюру там бомберов можно сделать чтобы заставить не знаю мне кажется это ошибка нюху когда крайне ошибка тут есть разведка по сэм дэшки причем сэм дэшки это уже заряжена на полторе на полтора заряда поэтому как в этом смысла я не понимаю по моему нова уже ну поплыл потек ам возможно пытается защититься таким образом от эксперименталки но мегалит не убирает да уже две нюки чтобы убить мегалита паук конечно сольется но ты в этого паука еще и попади против мегалита лучше мегалит с т2 ртой со цены так ну и сейчас наверно будет самая такая заруба заруба титанов паук плюс и то-то против мегалита и паука этот мы знаем очень огромный дэмэдж нет не помикришь особо против и тот и мегалитом будет очень а если пищу пикрит то получалось мне кажется он по своим истребителям кликает случайно который летает ну позадай когда пытается выклить вот сейчас даже поворачиваться жопы к пауку паук курит ему очко как бы но это такое мегалит здесь просто уничтожен молния просто каждый удар молнии по моему 1000 урона еще и паук нажигал 4000 в секунду но паук мегалитов 2 ствола так сказать приняли щас паучок зашел сзади как бы это то свои молнии пробурила споку короче но там там уже два новых паучка идут строится новый мегалит новый паук сейчас я думаю основная задача в этой игре это вот это вот поле гигантское поле массы его нужно захватить все-таки тут 4 эксперименталки на данный момент плюс куча мелкого ну мусором то не на не удается назвать по 200 реклейма валяется там потом реально очень много под его блокпостик упала масса надо уже там вот все заводы что там есть там наставлен кликнуть чтобы уже сделали хотя бы каждый завод по одному инженеру и жрать жрать просто это без остановки а дома под хайвами делать своих мегалитов уже пока жрешь эту массу но у нижней команды и вот мне кажется и за счет этого вложения в него какой-то он бустит его хайвами лучше бы он где продолжал делать кирпичей антивоздух и реально сейчас пытался вот этих вот пауков убить ведь пауки они реально бы отлетели просто от кирпичей пауки они пас цена-качество они хуже чем пауки туда но лоялистами ты ничего не сделаешь пока по моему лоялисты уже даже не станет пауков да ну вообще эксперименталки не станет от лоялистов больше раньше кто не знает вот можно было лоялистами любую эксперименталку ведь особенно против колосса здорово он притягивает притягивается и лоялистов и ставится и не стреляет это было очень жестко командира еще было прикольно и сейчас командир тоже станет лоялист останется может даже убегать control кекать плейлистов и это работает ну чем убивать пауков два паука идут тут три цербера просто даже не царапают кстати можете посмотреть видео на канале как мы бомбочками еще командиры в снайп или тоже очень прикольно какие-нибудь командиры станет и ничего сделать не могут ну бы там тысячника снайпер 1200 было это по моему 1600 адрес сотникам нотами когда ноты были такие оба нова пишет г.г. его продавили два паука снесли ему блэк пост а нечем дефаться ну ты строишь нюку ты вложился в нее уже почти на 20 тысяч материи хотя ты мог уже на эту массу достроить себе мегалита и у тебя было бы все получше либо сделать спама много и нового выходит кстати вернемся к той ситуации тут лежит 4 4 4 танков артиллерия вы кстати не обратили на это внимание убило 4 т2 танка вот такой вот ребят реплей надеюсь вы также хорошо провели время как и мы с серёгой здесь вам понравилось если да ставьте лайки кстати подписывайтесь подписывайтесь на серёгу тоже он регулярно стримит варкрафт также он играет в апекс я не забудем стримить или нет поэтому обязательно переключать смотрим найти спрос рождает предложение также мои турниры всегда стараемся делать 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 потому что людям нравится мы стараемся больше турниров делать туда проводить для наших снг игроков все всем спасибо за просмотр подписывайтесь удачи всем пока пока пока